Хей, ребята, всем привет! С вами Косю Гастанов и у меня сегодня в гостях Иракли и Кирилл. Привет! Привет! Если вы вдруг забыли, кто это, то это мои друзья. Просто они уже сто лет не появлялись на моем канале. Нет, мы до сих пор дружим, просто так бывает. И еще должна была быть какая-то здесь Ульяна, хотя я не знаю, как бы она сюда поместилась сейчас, она ее распереди сидела бы, но она приболела, поэтому она не пришла. Вопросы попросил вас задать в Инстаграме, и мы не готовились вообще. То есть я вам чуть-чуть разочитал вопросы, буквально там несколько. А так я вот только открыл и... Это не факт, что он выберет те вопросы, так что... Ну да, я читал самые смешные, вот. А так вообще в целом, как у вас дела? Хорошо, хорошо. Какие планы? Еду домой. Глобально. Как пела Манижа, я из дома иду домой. Ты, кстати, раскрываешь свои планы или у тебя пока все в секрете? Ничего не раскрываю, нет. Да никаких секретов, но я и не раскрываю. Ну, короче, у тебя есть какие-то планы, о которых ты пока не говоришь. Иракля, и у тебя как дела? У меня супер. А у тебя есть планы, о которых ты не говоришь? Да? Блин, а у меня... А у меня тоже есть планы, о которых я не говорю. Вот и все, и вот мы и не скажем. Ой, блин, вот у вас больше как дела? У одного я еду домой, у другого супер. Спасибо за ответы, ребята. При мне выбираем вопросы. Я просто привык, что лишнего лучше кости не говорить, а то сразу все узнают. Ой, ну не надо. Я просто чуть-чуть сказал Ираклию кое-что, когда мне об этом сказал Кирилл. А Ираклию в эту же секунду, как пришел Кирилл, сразу сказал, Кирилл, это правда? Вот от тебя кто за язык тянул? А тебя кто за язык тянул? Вы часто ссоритесь? Или в вашем общении вообще такого нет? Мне кажется, мы не ссоримся никогда. Я только обижаюсь. Мы не ссоримся, я обижаюсь, да. Ну я не то, что обижаюсь, я просто так думаю, ну зачем? Ну мы не ссоримся, у нас не было скандалов же, да? Или были? Подождите. Бывает мискоммуникация. Ну да, это другое, а именно чтобы мы ссорились? Нет, чтобы ссорились и прямо не общались с ним. О, актуальный вопрос этой осени, вообще осенью. Зависит ли ваше настроение от погоды? У Кирилла будет, наверное, интересный ответ на этот вопрос. А, у Кирилла ответ нет, наверное. Ну, по крайней мере, ты нам так говорил. Да, конечно, зависит, нет. На самом деле... Естественно, если я вот смотрю из окна, и там классное синее небо, летят облака, всё тепло, то, конечно, веселее. Это для этого надо вообще... Тут никак не связано с моими желаниями. Ага, ты говорил другое. Нет, но в общем и целом для меня это не настолько важно. Я научился быть более отчуждён от этого. И если я нахожусь там, где мне нравится быть, то неважно какая там погода, в принципе, я использую одежду, использую зонты, использую помещения. Чтобы скрываться от непогоды. А, у тебя. У меня зависит. У меня зависит. Но у меня тоже не на первом месте, но зависит очень сильно. Нет, конечно. Я думаю... А есть вообще люди, у которых это прямо на первом месте? Всё. На самом деле есть люди, по-моему, у которых уже плохо становится. Я часто вижу, что плохая погода, всё, я не могу жить, надо уехать. Да, у меня такого нет, но он на меня влияет, и поэтому я прям стараюсь убегать из России, там, начиная с октября. Блин, ребят, очень много вопросов про дружбу. Мне кажется, люди так идеализируют нашу дружбу. То есть, я не знаю, просто, как вам удается оставаться такими дружными? В чём секрет? Сколько вы дружите? И вот куча-куча много вопросов про дружбу. Мне кажется, люди думают, что у нас какая-то супер невероятная классная дружба, о которой можно мечтать и которую тяжело достичь. То есть, опять же, помните, сколько раз мы обсуждали, что когда люди смотрят с экрана на нас, они всё идеализируют. И вот ты, особенно, тоже любишь по этому говорить, что у них, они как бы эту информацию ещё дополняют своей личной, и у них какой-то такой вот образ, у каждого образ нас, и каждому из них кажется, что этот образ, он настоящий, так и есть. Да нет, конечно, нет никакой дружбы, просто выгодно. Да нет, ну я не знаю. Обычная дружба, правда, просто... Ну да, обычная дружба, нормальная дружба, я не знаю. Ну как обычно, классная дружба, не, я очень ценю. Не, ну да, но я не вижу её какой-то... Ну а что такое идеальная дружба такая, я просто не понимаю. Я даже не знаю, ну типа либо дружите, либо нет. Да, у меня много в окружении людей, которые не блогеры, которые дружат, они тоже умеют дружить, просто... Люди-то не показывают, как мы, и не снимают видео все вместе, но они тоже дружат. Да-да, не, я думаю, что отличие действительно только в том, что мы это как-то показываем, и можем об этом что-то поговорить, и порефлексировать там на эту тему. А так-то люди обычно не обсуждают, какая у нас с тобой дружба, Давай-ка обсудим, слушай, мы так дружим. Да, ну то есть у нас, наверное, обычная дружба, как у всех. Да-да. То есть она не плохая, но бывают на самом деле какие-то такие глупые компании. Знаете, нет-нет, я считаю, что наша дружба вообще странная. У нас типа странная. Мы как люди просто странные, если так подумать, да? Вот каждый отдельный человек, он странный, типа можно... Не знаю. Ну да, мы странные немного. Ну не, ну, да, окей. Но у нас очень часто не то, что у нас сходится мнение на все. Глобально, может быть, да. А по мелочам мы обычно такие, ой, ладно, все, не будем даже это обсуждать. Так, с Кириллом я не обсуждаю одно, с Ираклием я не обсуждаю другое. Все это со мной не обсуждаю. Вот видите? Я думаю, что мы сами просто не думаем о том, какова наша дружба. То есть мы просто дружим, потому что... И мы не задумываемся, как это выглядит. То есть я бы никогда не думал о том, что, ммм, у нас такая дружба, хотел бы такую же. Ну то есть... Ну да, у меня нет такого. Я скорее подумаю, у нас такая дружба, больше такую не хочу. Врагу не понимаю. А боитесь ли вы старости? Сейчас люди задаются вопросы, я вообще не боюсь, вообще-вообще. Я не знаю, хотя мне уже 27. Мне сложно представить просто старость. Я как могу ее бояться, если я не знаю, что это такое. Мне кажется, просто в возрасте поля до 70 супер норм. После 70 просто тяжело немножко в плане здоровья. Я, может быть, этого немножко боюсь, что ты что-то можешь не смочь, если так можно сказать, сделать. Не, конечно, очень, ну, мне самому, как сказать, не тяжело представить. Ну, в общем, тяжело думать о том, что ты не будешь физически в том же состоянии, что сейчас. И очень хочется те возможности, которые имеются сейчас, чтобы были всегда. Ну да. Но, с другой стороны, я понимаю, что это, на самом деле, только часть той жизни и того мира, в котором ты живешь. И тем более, чем дальше, тем не так физически твои способности важны. Да. Какую последнюю книгу вы читали? Я хоть не знаю. Пиши, сокращай. О, ты прочитал? Нет, читаю еще. Это та книга, которую он у меня отобрал, кстати, между прочим. А ты? Е-мое, чё же я последнюю ты прям прочитал? Сейчас я открою книги. Ухай Юй. Не помню. Автор, я не помню, неправильно его написал. Называется книга «Жить». Это китайский автор. Очень классная книга. Очень классная книга. Называется «Жить». И она там прям про такую жизнь, жизнь настоящего китайца во время культурной революции и так далее. Я прям зачитывался. И было так грустно, потому что это ужасно грустная книга. Ты нашел, наверное, не читал. Сейчас читал. Нет. Я просто в процессе нескольких книг... Ну две книги. Короче, скорее всего, я читал Курбатову. Последняя вторая его книга из его трилогии. Последняя, опять же. Называется она «Чертоги разума». Что? «Чертоги разума». Ну, короче, у Курбатова есть книга «Красная таблетка», есть серия. Вот это вторая из этой серии, сейчас я читаю третью. Я не хочу сказать, что я рекомендую. Ну, то есть, точнее, я могу посоветовать классная книга «Красная таблетка», но надо все время, типа, фильтровать. Ну, как описывается, на самом деле, в любом случае нужно фильтровать. То есть, у тебя есть такое, где ты не фильтруешь информацию? Ну, я раньше не фильтровал. Нет, сейчас, на данный момент. Хоть что-то где-то такое, вот этому точно можно доверять, и не фильтруешь. Когда я смотрю твои видео. Ну, Кирилл, ну хватит. Да не знаю, я не знаю. Ну, нет, конечно. Бывали ли у вас времена, когда вы не хотели общаться друг с другом? Бывали, и не общались. Поэтому так бывает иногда. У меня нет. У меня бывали. У меня тоже бывали. И не только, и с несколькими участниками нашей дружбы. Ну, вот такие вот они друзья. Как вы относитесь к той активистке, которая обливала мужчин в метро? В Петербурге активистка обливала мужика в метро, мужиков. Я только одну картинку видел. Помните, там Стас кидал? Да? Водой. Ой, не водой. Чем? Ну, там раствором хлорки, да. Ну... Короче, чтобы вы понимали. Сейчас в Штатах, ну вообще, в принципе, везде, на Западе, идет борьба с мужиками, которые сидят, как мы сейчас сидим с Кириллом. В метро, например, сидят. Я нормально сижу. Ну, у тебя все равно немножко раздвинутый. У меня не мэнспрединг. Да нет, я не должен прям там. Да, короче, когда ты раздвигаешь ноги, я вставлю куда-нибудь вот сюда картинку в метро и мешаешь другим нормально сидеть. Вообще, в общественном транспорте, да, в основном же? Да. Вот. И чтобы вы не подумали, в общественном транспорте я так никогда не сижу. Максимум ногу на ногу, либо просто обычно сижу. И их ругают за это. Ну, если так можно сказать, я активистка в Петербурге налила воду. Да не в воду, там раствор с хлоркой, очень, типа, сильный, и она подходила, разливала воду, и ты просто ставишь кадры. Ну, чё, у тебя какое мнение? А я видел только один кадр, где мужик так сидел, а было много свободного места. Поэтому к этому я отношусь негативно. Типа, я могу как хочу сидеть, если рядом много места. Я иду в закладу, когда рядом много места. Ну, не, я считаю, что окей, это может быть проблема. И да, мужикам нужно объяснять и парням о том, что не надо занимать полтора места, когда сидишь. То есть, там, ладно, в этом предъява, и я это понимаю. И чтобы всем остальным было комфортно сидеть. Потому что иногда я сажусь, кто-нибудь раздвинул ноги, а ты сидишь вот так вот. Да, но с другой стороны, понимаешь, я против тех методов, что использованы в этом видео. Но при этом благодаря этим методам все об этом говорят. И то есть, то ли это хорошо, то ли это плохо. Поскольку она активистка, ее задача, чтобы об этом говорили в обществе. И именно благодаря такому об этом начали говорить. Потому что, как так, она выливала раствор хлорки. Она не просто так именно хлорки выливала. Она могла бы просто воду выливать. Но она же специально на это пошла. Понятно, что это плохо. Но только, видимо, в этом случае, кто бы стал бы вообще об этом говорить. Ну да, но это, как ты сказал, это активизм. Они привлекают внимание к какой-то проблеме. И это тоже, с одной стороны, нормально. И тут сложно сказать, что это плохо или хорошо. Но я бы не хотел, чтобы меня выливал кто-то вообще что-то. Поэтому не раздвигай ноги. Потому что я раздвигаю ноги. Можно делать замечания. Но опять же, это не конкретно, что я против. Просто я размышляю. Короче, я поэтому не имею однозначной позиции. Типа, я не знаю. Мне жаль тех людей, которые в это попали. Но, видимо, она достигла своей цели. Не знаю. В общем. Есть ли у вас страх, что вы никогда не встретите своего человека и не создадите семью? Нет. Нет. Я вообще знаю, что у меня все будет хорошо. Я тоже так думаю, что у меня будет хорошо. Не знаю. Я думаю. Я не думаю, что у меня будет все хорошо, просто будет все от меня зависеть. Как вы относитесь к тому, если муж возьмет фамилию и жена? Да нормально. Нормально. Ну, типа пусть кто-то делает, что он хочет. Я иногда не понимаю, когда задают такие вопросы, как вы относитесь к чему-то, что касается двух людей. Это странный вопрос, как вы относитесь к чему-то, когда это, в принципе, не касается всего общества и тому подобного. Берёт-берёт. Пусть хоть возьмёт фамилию соседа. Вот если бы меня спросили, как бы от этой полностью жена возьмёт фамилию соседа? Не, ну не. Опять же я понимаю, какой такой вопрос? Потому что в обществе есть такое, что жена берёт фамилию мужчины. Ну для меня это зачем? Мне, например, не нравится. То есть мне не нравится, когда жена берёт фамилию мужа. И тут противопоставление, что мужчина берёт фамилию жены. Что, типа, как-то, наоборот. Лично для меня, если вы спрашиваете, моё субъективное, касательно моей жизни, я не понимаю, зачем passionate, Когда кто-то вообще берет чью-то фамилию У нас есть своя фамилия Слушай, если бы у меня, например, была жена И у нее была бы своя фамилия То если бы у нас родилась дочка, она бы, может быть, взяла мою Потому что я уже парень со своей фамилией А у нее будет тогда жены Что? Я ничего не понял Короче Если вы в браке, то у дочки будет твоя фамилия Не обязательно Почему? Мы можем договориться, можем разным детям Разной фамилии Во-первых, разным детям разной фамилии Во-первых, во-вторых, вы можете соединить фамилию А еще можно не отчество, а матьчество Отчество вообще можно убрать Мне не нравится отчество, например, тоже А у граждан, вроде, нет отчества Да, я знаю Очень удобно Мне не нравится отчество Я бы хотел, чтобы у меня была фамилия и имя А еще матьчество я хотел Матьчество Так, ладно, пойдем к другому вопросу Какие у вас сейчас приоритеты в жизни? Семья, карьера или хобби? А что за вообще приоритет хобби? Я бы назвал это саморазвитие Ладно, саморазвитие, карьера Вот саморазвитие Компания у всех у нас Ну не семья же, у нас ее нет Как может быть приоритет того, чего нет? Просто вот это такой вопрос Да, то есть Если появляется семья Появляется тот, с кем ее сделать То бац, у тебя уже новый приоритет Ну то есть Вот то, чем я занимаюсь То, видимо, мой приоритет Все же видят, что я делаю более-менее Поэтому Да, наверное, мое дело приоритет И в целом я сейчас не променяю На семью сходу Но мы не знаем себя в конкретной ситуации Вот появится человек С которым ты захочешь семью просто вот завтра И забьешь на все Сменишь приоритеты И не всегда это идет, кстати Ну, в ущерб карьере И еще чему-то Они вообще не додумываются над приоритетами постоянно Да, вот сидим Это так же, как Какая у нас дружба? Какие у нас приоритеты? Да просто выживешь Нет, просто живешь И если просто со стороны посмотреть, допустим, на свой, там, 2018 Можно примерно понять Ну, на что ты больше отдавал свое время Да А именно когда ты в процессе живешь Наверное, не задумываешься Нет, иногда можно задумываться Или когда есть выбор, да Типа выбрать Потратить время на что-то Ну, да Можно примерно ставить приоритеты Да вообще, ну, то есть Нельзя выбирать из семьи и карьеры, на мой взгляд Можно и то, и другое выбирать И это тогда будет какая-то полноценная и гармоничная жизнь Ну, то есть Я не вижу здесь противоположности Да Мне кажется, все можно суметь И я это вижу по огромному количеству примеров Людей, которые мне нравятся Если бы вы были едой, то какой? Еюшенькой Я был бы пиццей Я бы че-то безглютанов Ну, чем? Банану Как вы думаете, нормально ли испытывать чувство одиночества? Да У всех такие, на самом деле, похожие вопросы и проблемы Потому что, видимо, мы все такие одинаковые были, на самом деле Все вопросы очень похожи С одинаковыми проблемами, страхами, страданиями Вот просто вот вы не представляете, нас так много Мы все такие одинаковые Каждый человек, на самом деле, есть ты И поэтому, если ты желаешь чего-то хорошего другому человеку Ты, по сути, желаешь этого себе И, типа, почему нельзя делать что-то плохое другим? Потому что это и есть все отражение тебя Это подкаст ASMR Короче, ребята, камера выключилась У меня закончилась карточка Поэтому мы с вами попрощаемся вот так вот Кирилл, скажи им что-нибудь Всем пока Пока Хорошего дня И не забывайте подписываться на наш инстаграм и ставить лайки Скажи, что они будут делать Это был не я Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова